В извечной способности всего живого воспроизводить самого себя, важную роль играют гены, носители наследственной информации. Впечатляющую работу, связанную с генами, завершили недавно ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук СССР. Но вспомним для начала, что такое хромосомы и гены. Хромосома это молекула ДНК, в которой каждый ее фрагмент командует выработкой определенного белка, необходимого для существования организма. Эти фрагменты и есть гены. Ученые задумали создать искусственно один из генов человека. Сконструировать химическим путем точную копию того фрагмента молекулы ДНК, который отвечает в нашем организме за выработку гормона, регулирующего кровяное давление, так называемого ангиотензина. И вот фантастическая, казалось бы, задача решена. Анализ подтверждает, что в пробирке ген. Но на этом работа не закончилась. На следующем этапе этот ген ввели в молекулу ДНК бактериального вируса фага. Вот так. А затем вирусом заразили микроорганизмы, кишечные палочки. И он передал им искусственно созданный ген. В этом и состояла цель. Теперь, размножаясь, бактерии по команде чужого гена вырабатывают, кроме своих белков, еще и белок человека, гормон ангиотензин. Его удалось выделить. Первые испытания препарата на животных. В шприце ангиотензин. Смотрите, давление крови поднимается, гормон действует. С помощью бактерий получен ценный медицинский препарат. Генная инженерия. С перспективами ее развития связана сегодня надежда ученых на искоренение наследственных болезней. Создание полезных организмов с новыми свойствами. И решение многих других поразительных поддержности задач.